Роман Беевич Кузьмин, сотрудник кафедры лимитарных наук, наш замечательный преподаватель, который и свою передастную инсультацию посвятил исследованию проблем немецкого романтизма. Прошу вас. Спасибо. 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 История рецепции. Феномена эстетического сознания еще не написана. Но очевидно, что первая глава в ней будет посвящена Керке Горда. А также там будет глава, священNIHE, Шепортинер, Гатемер. Гатемер отвечает важность роли Керке Горда. Как мне кажется, говорит Гатемер, непрочность позиции эстетического сознания доказала же Керке Горда вывладивший разрушительные последствия субъективизма в первом описавший само уничтожение эстетической непосредственности. Его критический опыт, опыт Керкерева, потому обладает основополагающим значением, что преподносимая в нем критика эстетического сознания скрывает внутренние противоречия эстетической экзистенции. Очень интересен русский след в этом понятии. Ганнер упоминает, но не разбирает концепцию умирания искусства Владимира Вейдера. Понятно, что он видит в нем сорат критики эстетического сознания. На полях отметим, что наверное, интересно было бы разобрать позиции критики эстетического сознания позицию Льва Николаевича Толстого. Исследователь Жан-Грунде указывает на то, что критика эстетического сознания восходит еще Хайдегер, который сам, в свою очередь, воспринял географа Йорка из Варкунбурга, знаменитого коллеги В своей ранней работе Хайдегер отмечает вот этот поворот эстетики к самой себе произведения о времени и картину мира, а также говорит об этом в лекциях о Ницше 61-го года. Характерно название одной из лекций о Ницше, которая звучит так Der Wille zur Macht als Kunst, что можно перевести как воля к власти в искусстве, или воля к власти как искусство, искусство как воля к власти. Это зимний семестр 36-го, 37-го года. У Гадамера тоже есть подступы к этой правлению, например, это знаменитая статья Платона-поэта 34-го года, где Гадамер вводит понятие театрократии, когда, так сказать, искусство свободное от всякой ответственности перед обществом и перед моралью, как бы берет на себя функции, так сказать, высшей власти. И тем самым Гадамер объясняет, почему, собственно говоря, Платон изгнал драматических поэтов из своего, трагических поэтов из своего государства. У Гадамера есть доклад 58-го года, который называется, очень характерно, «О спорности эстетического сознания». Но все-таки главным источником, главным исследованием, в котором осуществляется критика эстетического сознания, становится истинный метод. Самая главная книга Гадамера, опубликованная в 60-м году, переведенная на русский в 88-м. Гадамер говорит, что путь к истине лежит, так сказать, через старое, решение старой проблемы метода, но для Гадамера этот путь лежит через осмысление опыта искусства или истины в искусстве, и для Гадамера это происходит на путеводной нити языка. Опыт критики эстетического сознания, как говорит сам Гадамер, для него исходная точка всего большого герметического проекта. Почему? В известном смысле Гадамер, наверное, согласился бы с авторами первой программы, но только он бы сказал, что не высший акт разума есть акт эстетический, а первый акт познания есть акт эстетический. Всякое познание начинается с некоего еще до теоретического переживания, восприятия мира, того смысла, который открывается в этом мире. Эстетический акт, это акт эстетического суждения, он первичен в каком-то отношении. И в этом смысле, да, он занимает приоритетную позицию ко всем последующим операциям. Он же является и вызовом. Как мы познаем истину в искусстве? Насколько серьезно притязания в 200. Гадамер снабжает свою критику эстетического сознания анализом целого ряда понятий, которые важны для него, такие как гуманистическое образование, здравый смысл, вкус, эстетика гения и собственно способность эстетического суждения. Мы еще вернемся к некоторым из этих понятий, я объясню, зачем нам они сегодня нужны. Гадамер, собственно, постулирует первый и самый важный пункт. Благодаря эстетике карта, шинера и ранних романтиков искусство обрело автономию. Вот цитата. Отныне искусство, став искусством прекрасных иллюзий, противопоставляется практической действительности и понимается, исходя из этого противопоставления. На место соотношения позитивного взаимодополнения, которое со времен древности определяло отношения искусства и природы, теперь проникает противопоставление иллюзий и действительности. У Шеринга это, конечно, некая высшая реальность, мы ее не можем считать иллюзией, но у Шиллера, в общем, скорее да, скорее это некое противопоставление иллюзий и действительности. Искусство, пишет Дарья Гангер, становится собственной позицией и обосновывает собственные автономные вытязания о господстве. Это царство идеала, в кавычках, которое необходимо защищать от всяких ограничений, в том числе и от морального приоритета государства и общества. И со временем такая позиция, как говорит Гангер, предполагающая воспитание искусством, оборачивается воспитанием для искусства. И, так сказать, идеал эстетического государства, намеченный еще Шиллером, по-своему реализуется. Очень важно, говорит Гангер в венецианском докладе, что трансформация проблемы эстетического сознания произошла тогда, когда оно вступило в напряженную дискуссию с историческим сознанием. То есть, такой эксперт, обладающий эстетически образованным сознанием, это такой конгениальный, так сказать, творец истории искусства, своего рода, критика. Интересно, что о процессе автономизации почти теми же словами и словами говорит Карл Дальхаус в 1984 году, в 10-м томе истории музыкальной теории. Он говорит об автономизации музыки как искусства и связывает это прежде всего с понятием термина музыкальной логики для Иоганна Николауса Форкеса, всеобщей истории музыки, в 1618-го года. Это понятие, которое должно указать нам на то, что музыка – это автономное искусство, покоящееся на только ей, свойственных законах, и место в бытии этого искусства должно определяться обращением к этим законам, а не к вне музыкальных элементов. Дальхаус связывает понятие эстетической автономии музыки со развитием чистой инструментальной музыки. Чистая, абсолютно инструментальная музыка Термина Эдуарда Ганстера сама по себе красноречиво свидетельствует об этом процессе. Эстетика, Артур Шпенгауэра, Фаннера на это указывает Дальхаус в своей работе. Кроме того, вторым пунктом он называет развитие концертной выборной музыки как товаропотребления для образованной публики. Третье это специфическое направление эстетики искусства для искусства идущие от Теофили Готье, которые только укрепляют позиции эстетического сознания. Не искусство для человека, а человекное искусство. Малер и Шомер как бы выдвигают требования, что искусство не должно оборачиваться на общество, не должно ждать, пока общество дорастет до понимания того, что делает художник. В теории, говорит Дайхаус, это находит соответствие в концепции Адольфа Макса. И Дайхаус отмечает, что в этом процессе автономизации, в процессе выявления инструментальной музыки важную роль собирала романтическая метафизика. Конкретно он называет Шерлинга «Сово иди искусства, как органу философии». Эстетическое сознание включает в себя момент образования. Не только историкное образование. Уметь вести себя эстетически составляет момент образованного сознания. В эстетическом сознании мы находим черты, отличающие сознание образованное, возвышение к общему, дистанцированность от партикулярности непосредственного принятия и отвержения. Допущение того, что не соответствует собственным ожиданиям и пристрастиям. Это была цитата из Ганнера. На место старой традиционной идеи вкуса приходит идея эстетического суждения. Единство идеала вкуса, отмечающее и соединяющее общество по своей характеристике отлично от того, что являет нам фигурой эстетического образования. Вкус, говорит Ганнер, следует только содержательному критерию. То, что принято в обществе, тот вкус, который в нем царит, несет на себя отпечаток общества и социальной жизни. Напротив, эстетически образованное сознание говорит о универсальном распространении своих притязаний. Все, зачем оно признает качество, это его владение. Эстетическое сознание все определяет, но само неопределимо. Это, как говорит Ганнер, нулевая степень определенности. Эстетическое сознание это переживающий центр, это тоже цитата, точка отсчета и всего, что считается искусством. Каким образом эстетическое сознание добивается своего результата? Оно работает с помощью, это тоже Ганнерский термин, эстетического различения, которое осуществляется абстрактно, опираясь на эстетическое качество как таковое. То, на что направлено эстетическое переживание, должно быть собственно произведением, а то, от чего оно абстрагируется, это присущие ему внеэстетические моменты. Цель, функция содержательное значение, скажем, религиозное или компенсационное симулярное. Эстетическое сознание производит различение того, что мыслятся эстетически и всего внеэстетичества. Здесь мы попадаем в некоторый парадокс. Для того, чтобы не руководствоваться персональным вкусом, как индивидуальной системой ценности, а пытаться встать на принцип исторической вариативности, при котором каждая эпоха заслуживает своей оценки, каждая эпоха может быть выявлена с позицией эстетического качества. Мы сталкиваемся с такой, в общем-то, неразрешимой ситуацией. Историк искусства, ценитель, практик должен понимать, что значит эстетическое качество. Но это трудно сделать только на теоретическом уровне. Это можно и нужно каким-то образом пережить, почувствовать. То есть обратиться к собственному вкусу. Проблема вкуса всплывает здесь, но вкус должен подняться над всеми предпочтениями эпохи индивидуума. Он должен восклиситься и над собственной позицией, и собственными предпочтениями. Тогда возникает опасность определенной диссоциации вкуса и суждений, которые будут требовать некого двойного основания. Отделение суждения от вкуса не может быть абсолютным. В этом, пожалуй, главный парадокс эстетического сознания, который Гадмир скрывает в своем венецианском докладе, а меньше, кстати говоря, в истинной методе, говорит уже в истинной методе, что эстетическое сознание поэтому обладает некоторой симультарностью. То есть притязает на то, что именно в нем сосредоточена вся культурная ценность, но оно не знает о себе, что ему нравится и почему. Оно создает в себе и внешнее бытие. Дальше цитата из Гадмира. Оно доказывает свою продуктивность, подготавливая литература, музеи, стационарный театр, концертный зал и так далее. Отличие этого от того, что было прежде очевидно, музей, например, это не просто открытое для публики собрание. Скорее, старые собрания, творцовые, городские, отражали определенный вкус и выбор и содержали преимущественно работы некоторые рекомендуют как образец школы. Музей, напротив, это собрание подобных собраний, и в отличие от них его совершенство состоит в том, чтобы завуалировать факт происхождения из таких собраний. То же касается и концертных залов в Энгаде. Эх программы все больше и больше удаляются от современного творчества и приспосабливаются к потребностям самоутверждения характерного для образованного общества, на которое ориентированы эти учреждения. Можно было бы признать, что, конечно, ситуация так-то меняется, и сегодня музеи перестали быть такими просто хранилищами, но все-таки все это имеет под собой предпосылку позиции эстетического саженного сознания. Если додумать идею Гаттлера в некоторой футурологической перспективе, просто представить себе абсолютно электронную библиотеку, собравшую все тексты человечества, абсолютно завершенный концертный зал, где можно послушать любое произведение в любом исполнении, музей, в котором можно видеть все без исключения картины всех мастеров, то, с одной стороны, это безусловно ценности, но с другой стороны, по-новому встает от проблемы отчуждения. Поскольку мы обладаем и не обладаем этим богатством, мы не очень знаем, что мы за всем этим делаем. Представим себе молодого композитора или художника, который, как бы сказать, находится под давлением того, что да, он что-то создает, но он 1 миллион 250 тысяч какой-то там по счету, и он просто добавляется как очередная ссылка, очередной тег в эту всемирную базу эстетически реализованного этого принципа собирания сил. И здесь, конечно, можно анализировать разные кейсы, допустим, позиция такого архивариуса, который видит свою достойную задачу в том, чтобы хранить это знание, и позицию такого эстетического террориста, который не может смириться с тем, что его, так сказать, вписывают в эту отчужденную пословную систему и хочет каким-то образом спровоцировать в ней какое-то разрушение или что-то вызвать. Иногда эти две позиции соединяются в одной персоте. Тогда уже надо заниматься шизоанализом духи белеза и гнута. Я завершаю. Как же быть с этой критикой эстетического сознания? Гатмир сам предлагает некоторые ответы. Он говорит, что критика, или точнее мы скажем, критика продуктивна тогда, когда она становится герминетикой эстетического сознания. Здесь я предлагаю три пункта. Отчасти опираясь, опять же, отчасти просто развивая идеи. Первое. Мы оказались в ситуации Мольеровского Журдена, который не знал, что говорит грозу. Эстетическое сознание это то, внутри чего мы формируемся, внутри чего мы живем, делаем наши выборы. Мы многим обязаны этой форме сознания. И нужно это признать. Второе. Нужно занять продуктивную дистанцию по отношению к эстетическому сознанию. Видеть его предпосылки и предрассудки. Его самому видеть как определенного рода предрассудок. Для Гадамера предрассудок это не ругательное слово. Для Гадамера предрассудок это некое историческое априори, которое делает возможным наше мышление. Для Гадамера это условие возможности какого-то следующего шага. И вот, собственно, эстетическое сознание есть такого рода предрассудок. Наша задача не очистить себя от предрассудков, а осознавая их, делать так, чтобы власть, их бессознательная власть над нами становилась третий. Эстетическое познание – это способ самопонимания. Это цитата из Гады. Необходимо помнить всякий раз, что встречаясь с искусством, мы скорее учимся понимать в нем себя, как я цитирую. А это означает, что мы снимаем неконтинуальности, точечность переживания в картинами нашего бытия. Поэтому возможно обрести такую позицию относительно прекрасного искусства. Нужно, конец цитаты, точкой опоры снова можем стать только мы сами, всерьез воспринять себя и свое историческое бытие, как бы через голову любого пост-пост-пост-пост, постмодернизма и чего еще угодно. Для этого необходимо сделать перенос внимания с эстетического сознания на эстетический опыт. То есть надо научиться делать акцент на проживании, на логическом продумывании, эстетического опыта, как и персонального и одновременно общного опыта истинного опыта самопознания. Четвертое. Противопоставить вот этому возможному нивелированию, в которое мы попадаем, когда оказываемся перед громадой эстетического сознания, нечто собственное. Как бы по-новому обратиться к старой проблеме вкуса. Каждый раз спрашивать себя, а это мне нравится? А чем оно мне нравится? А действительно это нравится именно мне? И как это соотносится с моим познанием самого сегодня? Отказаться на время, взять в скобки, завершить некое эпохе от утопии универсального вкуса, экспертов вкуса, уметь брать это все в скобки. В искусстве есть нечто помимо эстетической ценности. С этим двумя руками согласятся марксисты. Но Гадемер дает свой ответ. Он предлагает не марксисты. В искусстве нечто запрашивает и затрагивает нас. Давать ответ на это запрашивание, запрашивание, в этом возможный будет тот высший акт разума, на который писали главы немецкие романтики. Спасибо. Пожалуйста, два голоса к нашему докладчику. Прошу вас. Реплики, суждения. Прошу вас, Илья Ильич. Я хотел уточнение. Все-таки, когда вы сравниваете эстетику духи Гадемера и позже, современную, и эстетику классическую, ну, правда, у проекта сказали, но я хотел на это обратить внимание. Принципиальная разница в том, что в одном случае все-таки предполагается, что в эстетическом акте мы с неким абсолютным соотносимся, а во втором нет. Мне кажется, здесь все более частные вещи отсюда происходят. Здесь нам надо выбирать. Мое впечатление, что все попытки как-то совместить с этнеклассическую или постклассическую эстетику с классикой, они невозможны, если мы продумаем этот мотив до конца. Я предпочитаю выбирать, и я выбираю классику в этом смысле. Спасибо.